Я уверен, что все вы не первый день, как говорится, замужем, да, и вы знаете, что наша планета испытывает определенные сложности в экологии. Но дело в том, что многие даже не подразумевают, насколько, во-первых. А во-вторых, мы в нашем проекте, мы в нашей компании очень сильно об этом заботимся, но мало об этом говорим. То есть мы больше люди дела, чем разговоров. Поэтому я хотел бы сегодня немножко приоткрыть тайну, чем конкретно мы занимаемся, что именно мы делаем для этого и посвятить вас во всю эту историю. Итак, дорогие друзья, меня зовут Денис Богданов, я администратор клубов Solar Group. И также у меня есть очень большое желание привнести экоисторию в нашу компанию. В том отношении, что мы движемся в этом направлении, но мы мало об этом говорим, мало декларируем, но на самом деле много делаем. Давайте узнаем, что конкретно. И когда я начал погружаться в тему, мы опросили наших национальных партнеров. Мы опросили 17 национальных партнеров, национальных представителей. Я прошу прощения. Вот таким вот образом. Мы спросили, какая самая большая эко-проблема есть в вашем регионе. И, собственно, вот что мы увидели. И фактически регион был очень обширным, по факту по всему миру. И мы услышали следующие вещи. Это и разлив нефти у берегов Африки. Это и эрозия почвы. Это и вырубка мангровых лесов. Ну и в целом облысение нашей планеты. Ну и в первую очередь, конечно же, это смог и загазованность в больших городах. И в этом отношении «Славянка» и наш проект «Двигатели Дуинова», о котором вы все знаете, может сделать очень многое. Немножко дальше расскажу вам, что конкретно. Дело в том, что мы довольно-таки большие ребята. Solar Group — это 30 тысяч инвесторов по всему миру. Это 10 тысяч партнеров. Но это очень усредненно, на самом деле, больше. И вместе мы можем сделать большие дела. По факту, вот если взять двух человек, Василия и Петра, да, Вася и Петя. У Васи есть доллар и у Пети есть доллар. И Вася инвестирует в криптовалюты, а Петя инвестирует в Solar Group. Так вот, один доллар Пети, он гораздо сильнее, потому что кроме него есть еще 33 тысячи таких же ребят, благодаря финансам которых делаются хорошие дела. Как минимум, сейчас, на данный момент, мы уже строим совмаж, мы уже перешли на стадию строительства, и в самое ближайшее время вы увидите результаты нашей работы. И вместе мы можем сделать многое. То есть один человек может выйти посадить дерево и так далее. Но 33 тысячи человек могут засадить огромный лес, например. Либо если внедрить раздельный сбор мусора, это может существенно очистить город и снизить нагрузку и так далее. Но об этом немножко позже я расскажу. Еще раз Вас попрошу, поставьте пятерочки, если меня хорошо видно и слышно, потому что я не вижу сейчас Ваших комментариев положительных в этом направлении. Так, 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 так. Ага, вот, вот, начинаю видеть. Отлично, все пошло. Пять с плюсом, здорово. Друзья, мало ли кто из вас знает, но миссия Solar Group – это сохранить планету, поддерживая инновационные технологии и обеспечивая благосостояние всех участников проекта. Вдумайтесь, насколько это глубоко. На самом деле при отборе технологий мы очень сильно заморачиваемся. У нас огромное количество критериев к проектам, которые мы отбираем. Один из них – это критерий влияния, то есть на какое количество человек повлияет данная технология. Другой критерий – это экологичность, потому что это очень важно. Если мы для кого-то делаем хорошо, мы не должны делать плохо для всех остальных. И проект «Видите Люди и Нова» идеально всем этим критериям отвечает, но мы довольно успешно этот проект финансируем, и пройдет определенное время, и мы закончим финансирование, перейдем к другим проектам. Об этом я расскажу немножко дальше. И они также должны будут отвечать всем этим критериям. И мы в Solar Group объединяем три категории людей. В первую очередь – это инвесторы, это партнеры, и, конечно же, это проекты. Проекты во вторую очередь, поскольку для того, чтобы реализовать проект, необходимо время, необходимо усилия, ну и довольно много, как вы знаете, ресурсов. И что касается инвесторов, мы юридически защищаем деньги наших инвесторов. У нас 24 на 7 круглосуточная поддержка на разных языках мира. То есть мы работаем по всему миру, и это очень здорово. То есть вы можете подключить ваших родственников, либо ваших знакомых, которые находятся в других странах и так далее, если вы планируете открывать новые регионы, например. И они также получат поддержку. Мы в целом даем возможность инвесторам не просто вложить деньги, а потом вывести их с каким-то плюсом. Мы даем возможность поддерживать инновации, которые мы отобрали по ряду критериев, которые реально делают мир лучше. И это очень большой плюс. При выборе, куда инвестировать, если вдуматься, выбор становится очевидным. Потому что мы Solar Group, мы не просто инвесторы, дорогие друзья, мы экоинвесторы, и об этом я буду говорить неоднократно. Потому что мы заботимся о планете. Для нас это не пустой звук. Для нас очень важно передать нашим детям то, что нам досталось от наших родителей, от наших бабушек, дедушек, нашу землю на должном уровне, чтобы нам не было стыдно. А мы сейчас ее загрязняем. Так вот, мы с Solar Group работаем над тем, чтобы эту ситуацию в корне изменить. И чуть дальше я расскажу, как конкретно. Так, вижу ваши пятерочки. Владус, мотор, колесо, Дуинова, Сергей. Да, вижу ваши пятерочки. Отлично. Также, для того, чтобы войти, стать частью нашей команды, мы сделали минимальный уровень входа. То есть буквально от 50 долларов более 20 способов оплаты. Возможность инвестировать из любой страны. То есть мы максимально сокращаем все пороги и очень пристально работаем над личным кабинетом для того, чтобы сделать работу с нами удобнее. Что касается партнеров, мы даем возможность зарабатывать. Зарабатывать действительно хорошие, серьезные деньги. И, что самое главное, при этом делать хорошее дело. Я довольно часто сравниваю с криптовалютами, потому что я не буду говорить сравнивать доходность. Безусловно, мы этого не будем делать. Но занимаясь криптовалютами, мы просто делаем деньги. А когда мы вкладываем в такие инновационные проекты, мы улучшаем мир. И это очень важно. Важно быть частью сообщества. Дело в том, что, становясь нашим партнером, вы становитесь частью большого сообщества. А сообщество – это окружение. Меняя окружение, вы меняете свою жизнь. Вы поднимаете ее на новый уровень. И это все мы даем Solar Group. Для проектов же мы даем возможность поиска финансирования и реализации проектов. То есть в первую очередь для того, чтобы проект к нам попал на рассмотрение, он должен иметь завершенный вид. То есть должна быть понятная технология, которая понятным образом влияет на этот мир. Она глобальна, она экологична. То есть она никого не ущемляет и улучшает экологию. Ну, идеальная картина. Ну и, конечно же, это должен быть понятный бизнес. Безусловно. И вы знаете, когда мы опросили наших национальных представителей, нашлись поистине уникальные решения, которые мы можем транслировать в другие страны. Например, мы можем посмотреть на Индию. И вот этот замечательный человек, это ученый со сложно произносимым именем, Раджагапалан Васудыван. Это профессор химии. Он придумал, как утилизировать пластик, которого огромное количество в Индии. Ну, то есть представьте, какое количество людей там живет и какое количество у них мусора. Безусловно, власти пытаются с этим что-то делать. Они пытаются запретить, например, на фудкортах, в принципе, в фастфуде запретить пластиковую посуду, внедряют штрафы, но все равно это не работает так, как нужно. Этого недостаточно. С океана приходит огромное количество пластика и так далее. С этим нужно что-то делать. И он придумал, что конкретно делать. Он нашел технологию, вернее, придумал технологию, как добавлять пластик вместе с битумом в асфальт и закатывать его в дороге. То есть на самом деле у нас под ногами есть огромный полигон, причем это не мусорный полигон. Это улучшается асфальт, это улучшает его эксплуатационные характеристики. Ускорить видео. Какое видео? Мы... Это не видеозапись, если вы так подумали. То есть что они делают? Они разрезают пластик на несколько мельчайших частей, нагревают до 175 градусов и закатывают вместе с битумом его в асфальт. В итоге получается такая история, что он меньше трескается, он меньше портится, и они уже сделали 100 тысяч километров дорог. То есть все это на законодательном уровне приняли, и этот опыт можно использовать и в других странах. Пока что в теплых странах, но возможно и в более холодных тоже. То есть все это нужно тестировать. В Японии, например, внедрили опыт переработки пластика. У них стопроцентная переработка отходов. Представляете, за счет, во-первых, скрупулезности их жителей, во-вторых, за счет того, что когда они сдают пластик раздельно, они получают определенные суммы. То есть подобная система в Германии, во многих развивающихся странах, они к этому пришли. И я надеюсь, что мы тоже к этому придем. В России, в Сочи, например, эту историю уже внедряют, внедряют довольно успешно. Но пока все держится на силах энтузиастов. А как вы помните, энтузиастов у нас 33 плюс 10, да, 43 тысячи как минимум. И, собственно, раздельный сбор мусора, это когда вы выкидываете стеклянный мусор в одну урну, пластиковую в другую, металл в третью, и бумага и прочие отходы в четвертую. И таким образом вы сдаете. И вы можете получать либо определенные льготы, либо определенные деньги, в зависимости от того, как организовано у вас. Что можем сделать конкретно мы с вами? Ну, во-первых, что мы уже делаем, да, мы разработали мотор-колеса, мы разработали электродвигатели, которые на 40% меньше по энергопотреблению. Соответственно, мы будем меньше сжечь углеводородов, соответственно, мы будем меньше нагружать нашу планету, если будем их использовать. Если говорить о практической части, да, то электромобили, на которые мы так или иначе в ближайшее время пересядем, а это, кстати, уже совершенно не так дорого. Nissan Leaf, например, Chevrolet Bolt, они стоят 400-500 тысяч рублей, можно перевести в Россию. То есть, это не 3-5-10 миллионов, как Tesla, например. Ну, тут у кого какой кошелек, у кого какие возможности. То есть, не обязательно ездить на Tesla, если вы хотите ездить на электромобилях. Соответственно, если мы туда помечтаем и вставим туда наши колеса, вставим туда наши контроллеры, то они будут проезжать, ну, может быть, не на 40%, но как минимум на 20% дольше. Заряд будет тратиться эффективнее. Во-вторых, снижение себестоимости мы достигли за счет немножко другой конструкции, за счет меньшего количества и более разумного использования металлов до 30% снижение себестоимости составляет. Ну, и, конечно же, повышенная надежность. За счет обновленной конструкции где-то в 2,5 раза наши двигатели надежнее. Представляете, если все автопарки, допустим, Индии, все тук-туки переоборудовать на такие электродвигатели, что произойдет? Это будет очень здорово. И это снизится смог, снизится загрязненность воздуха. И людям станет гораздо легче дышать. Это тот, собственно, к чему мы стремимся. Так, Садовник Садовников пишет, в асфальт уже много чего закатывали. Потом, по прошествии времени, оказывалось, что это очень вредно для жизни. Так что электричество – это самая экологичная энергия, так что держимся ее. Да, безусловно. Все это нужно тестировать и проверять, смотреть. Но по факту, вот если мы вернемся к теме с асфальтом, это буквально меньше 5% от суммарной смеси добавлялось пластика. То есть он повышал пластичность и уменьшал, ну, количество трещин и так далее, дорог. Поэтому и, соответственно, поскольку вот там всего лишь 5% вредных выбросов от этого испарений каких-то там не возникало. Вот. Но с вами согласен. Да, нужно смотреть, как в северных странах это будет работать. Потому что, если это будет работать хорошо, то это нужно использовать. В России дороги, вы сами знаете, как у нас все происходит. Так, Мария пишет. У нас просто бесплатные контейнеры поставили для пластика. И на том спасибо. Кубанский червензем не должен превращаться в свалки отходов. На днях сдала 238 килограмм макулатуры. Вот это да. Давайте Марии поаплодируем. Поставьте ей плюсиков, пожалуйста. Мария, все плюсики сейчас это для вас. Это прям достойно. Я себе даже сложно представить, что такое 238 килограмм макулатуры, если честно. Круто. Очень круто. Да, у нас, к сожалению, приходит к тому, что проще сделать мусорный полигон, потому что, да, Елена, Сергей, садовник, садовников, спасибо большое за ваши плюсы. Мария, это все вам. Это аплодисменты для вас. И у нас проще, к сожалению, делать полигоны, потому что у нас изобилие, грубо говоря, земли. Но изобилие когда-то тоже заканчивается, если о нем не заботиться. Поэтому наша с вами задача позаботиться об этом заранее, чтобы нашим детям, нашим внукам, вот конкретно говорю, чтобы моему сыну было где бегать, где было играть, где было сажать там сады и так далее, жить на своей земле. Сколько это совершенно другая история, нежели жить в мегаполисах. Вот. И, собственно, наши технологии можно внедрить в электротранспорте, в промышленности, в первую очередь. Если мы в промышленности заменим электродвигатели, их энергопотребление упадет просто в разы. Просто в разы. Это существенно ниже будет влияние на выработку электроэнергии и на то, чтобы, ну, собственно, ее не загрязнять. Приведет к тому, что мы способствуем этому. Так, Мария пишет. Это вся прихожая заставлена коробками. В прошлый год 180 насобирала познакомых. А вырученные деньги инвестировала в этот проект. Мария, вот низкий вам поклон. Я в восторге. Благодарю вас. Также, куда мы можем еще внедрять нашу технологию? Это, конечно же, электроэнергетика. То есть это выработка электроэнергии более эффективная. Поскольку по факту, как устроены все электростанции, это в итоге электродвигатель. Просто чуть-чуть иначе устроенный, чуть-чуть иным образом снимается с него напряжение. Вот, и он начинает вырабатывать. Вот. Также бытовая техника. Но как бы это в меньшей степени повлияет на мир в целом. Но вместе с тем, если хотя бы транспорт и промышленность мы заменим, это будет сумасшедшее влияние. Итак, это пока запланированные процессы. То есть мы сейчас к этому идем. Мы сейчас строимся. Сейчас на данный момент выпал снег на площадке. Работа немножко приостановлена. Мы ждем, пока чуть-чуть потеплеет. И дальше уже будем заливать бетон. Мы максимально приступаем к строительству. Только вот немножко нам мешает сейчас погода. Вот. И когда мы подумали о том, что мы в Solar Group можем сделать для экологии, для нашей планеты, мы разделили наши сферы влияния на три вещи. Это простые действия, которые может сделать каждый из вас, которые может сделать каждый из 44 тысяч людей, которые с нами на одной волне. Это действия средней сложности. Такие действия могут делать компании. Такие действия могут делать корпорации. Поскольку там нужны довольно большие деньги, ресурсы и так далее. И есть активности глобального масштаба. Это те вещи, на которые можем как раз таки влиять мы, Solar Group, выбирая проекты, в которые мы будем инвестировать. Мы выбрали двигатели Duinova. И это потрясающий проект, который может изменить мир. Но когда-нибудь мы перейдем к следующим проектам. И это будет довольно скоро. Мы отбираем разного рода проекты. И это будет также глобальный проект. И, собственно, об этом я тоже чуть-чуть расскажу и коснусь. Давайте про простые действия. Что можем делать лично мы с вами? В первую очередь это раздельный сбор мусора. Вот как по примеру Марии. Мария Жужа, еще раз вам низкий поклон. Можно разделять мусор. Учить этому детей, что самое важное. Потому что дальше это будут делать они и учить своих детей. И это будет довольно сильно влиять на нашу экологию. Именно где мы живем. Вот это в первую очередь раздельный сбор мусора. Причем как это внедрять? Сначала это делается в своем доме, в своей семье. Ну а проще в своем офисе среди сотрудников. Затем в своем доме, в своей семье, в своем дворе. А дальше по кругам влияние. Чем вы больше как личность, как человек, тем больше вы сможете повлиять. И соответственно, когда у нас станет достаточное количество, возможно, это перейдет на какой-то законодательный уровень. И возможно появятся сервисы, которые будут заезжать и забирать раздельный мусор. И собственно, вот например, в Сочи это уже внедряется. И у нас здесь везде стоят урны для раздельного сбора мусора. Соответственно, в больших городах это уже есть. Осталось дело за малым. Следовать этому и внедрять это. Ну и самое главное, что вы еще можете делать, это декларировать то, что вы следуете этому пути. И создавать контент в социальных сетях. Поскольку именно социальные сети позволяют делать вирусные ролики. Позволяют вот эту вирусную направленность включить. И благодаря этому люди будут вдохновляться вашим примером, как примером Марии. Ну и собственно двигаться в этом направлении. На мой взгляд, это очень впечатляет. Далее. Следующая история это посадка деревьев. Это то, что доступно с одной стороны абсолютно каждому. То есть каждый может выйти, пойти на авито, либо на рынке купить саженец. Кстати, дорогие друзья, вы знаете, что саженец стоит всего лишь 70 рублей. Меньше одного доллара. И это одно дерево. И посадив его, вы уже повлияете. Но два дерева, они компенсируют дыхание одного человека полностью. Причем это не какие-то крутые деревья, не тополя рекордсменов в этом направлении. Да, а какие-то простые вещи. Вот. Собственно, деревья можно высаживать. Есть разные варианты. Мы можем высаживать своими силами с одной стороны. А с другой стороны мы можем использовать силы волонтеров. Мы можем жертвовать определенные суммы в организации, которая занимается профессиональной посадкой деревьев. Вот. И соответственно, ну об этом немножко дальше расскажу. То есть вы можете просто заниматься как бы благотворительностью. И не своими силами сажать, а силами других людей. И это тоже возможно. Даже более того, и сейчас есть огромное количество стартапов. Как минимум 4 есть стартапа по миру, которые сажают деревья дронами. Дорогие друзья, представляете? То есть у них идет именно массовая засевка. И они... Так, саженцы еще растут из семян. Да, безусловно. Можно с семенами, но просто всходы в этом отношении ниже вероятность, что они взойдут. То есть тут нужно прям ухаживать. А если саженцы посадить, то они уже гарантированно вырастут. Ну, прям гарантированно. Даже если вы их не будете поливать, они уже дотянутся до воды. И все получится. Вот. Соответственно, что делают эти ребята? Они чуть-чуть проращивают деревья. Они окружают их оболочкой из удобрений. И все это делается в капсуле из почвы. И они стреляют, выстреливают этими капсулами в землю. Таким образом, чтобы в землю зашла вот эта капсула с будущим деревом на где-то 5-10 см. Ну, чтобы они не высохли моментально. И таким образом идет массовая засевка. Такое есть в Германии, такое есть в Австралии. И с этими ребятами тоже можно сотрудничать. Можно их спонсировать. И они будут это делать. Ну, спонсировать – это зайти на Kickstarter, грубо говоря, и пожертвовать там 1 доллар, либо 10 долларов, либо 1000 долларов, в зависимости от того, кто на что гораст. Но я чуть-чуть расскажу дальше, что мы придумали. Что касается воздуха. Вот этот молодой, вернее, немолодой человек, Джозеф Пристли, в 1733 году он родился. Именно он является отцом фотосинтеза. И он экспериментировал, он поместил мышь в колбу, которая была герметична, мышь умерла. Когда он поместил мышь вместе с небольшим цветочком, они жили. Причем жили довольно продолжительное время. Когда он поместил всю эту конструкцию, колбу с мышью, с цветочком на окно, где было много света, соответственно, растение очень хорошо разрослось, мышь себя чувствовала замечательно, и он понял, что есть какая-то некая субстанция, которая позволяет мыши существовать. Так был открыт фотосинтез. Ну и, собственно, если посмотреть на фотосинтез в цифрах, то вы можете увидеть на слайде, что у нас есть рекордсмен, это Тополь. И, как вы помните, поскольку я сейчас говорю на русском языке, я уверен, все вы помните с своего детства, как мы бегали, поджигали тополины пух. Это произошло, кстати, по ошибке агрономов. Они засадили тополя женского рода, которые производят пух. Тополя мужского рода пух не производят. Но и те, и другие производят огромное количество кислорода. Вот если посмотреть, 35 тонн с гектара, 35 тонн кислорода производят гектар леса из тополей. Представляете? Это просто огромное количество, просто огромное. То есть он рекордсмен. И в тех местах, где это возможно, оптимально сажать именно тополи. Конечно, мы не посадим тополи в Индии, например. Но там есть свои деревья. Там, например, есть мангровые леса. Мангровые леса – это то, что растет в прибрежной зоне. Это то, что защищается почву от прибрежных вод, от каких-то наводнений, условно говоря, наплывов пластика и так далее. По факту идет вырубка мангровых лесов, их вымирание, и из-за этого идет эрозия почвы. А когда идет эрозия почвы, это значит, с нее выветривается плодородный слой, и, соответственно, она не рожает. Она не приносит плодов. И в итоге, получается, мы будем голодать, если такое произойдет. Поэтому в каждой стране будут свои активности. В Индии будут активности по сбору пластика, по высадке мангровых лесов. В России здесь мы говорим о тополях и так далее. Тополь, да-да-да, садовник, садовников. С вашим ником вам бы не знать, как говорится. Все, кто старше 30-ти, я уверен, помнят. Кто младше 20-ти, уже, наверное, не факт. Там были уже гаджеты и так далее пошли. Ну и, собственно, как я и говорил, 70 рублей за саженец, полтора метра. И это уже растение, которое готово на высадку. Тут только нужно время потратить, и, собственно, все готово. 26 февраля ближайшая дата, когда мы планируем это делать в Сочи. Но, опять же, мы планируем, а как дальше сложится. Возможно, это будет раньше, возможно, позже. Вот, должно немножко потеплеть. Во всей остальной России, конечно, еще холоднее. Но здесь у нас довольно комфортно, и все зайдет. Вот, соответственно, дальше что можно сделать еще? Можно добавить профессиональных волонтеров. Есть такая компания, которая позволяет это делать, и она позволяет, что интересно, компенсировать углеродный след. Что такое углеродный след? Все вы слышали недавно, ну не то чтобы скандал, да, но эту историю с компанией Apple, которая перестала класть зарядное устройство в коробочке от айфонов, да. И, ну, кстати, только в России был негатив по этому поводу. Ну, а по факту что происходит? Apple понимает, что для того, чтобы произвести для такого количества айфонов зарядки, нужно, ну, определенное производство. Но, как правило, айфоны покупают люди, у которых уже есть зарядки. Им точно есть чем заряжать их устройство, ну, в большинстве своем. Вот, ну, а те, кому нечем заряжать, они, грубо говоря, купят. С другой стороны, это можно рассматривать, конечно, как хороший маркетинг, очень успешный. И это тоже работает. Но большие крупные компании, корпорации об этом начинают задумываться. О том, что они портят природу. И вот о том, какой углеродный след они, собственно, оставляют. И мы можем зайти на сайт этой компании, посчитать количество автомобилей, количество людей, которые работают в компании и так далее. И мы можем высчитать, насколько мы портим, загрязняем природу своей деятельностью. И, соответственно, на этот размер заказать у ребят высадку деревьев. Они пришлют GPS-координаты, где они посадили лес. Они пришлют фотографию с дрона. Они будут за этим лесом ухаживать. Они будут его поливать и так далее. И они дадут маленький такой лейбл, который можно клеить на ваши продукты, чтобы вы компенсировали свой углеродный след. Это тренд, с одной стороны. С другой стороны, это действительно забота о природе. И таким образом для вас просто еще дополнительный повод, зачем этим заниматься. То есть благотворительностью можно заниматься по-разному совершенно. Можно вкладываться в компании, которые об этом заботятся, быть экоинвестором, гордо носить это имя, этот статус. Ну, а можно и жертвовать в детские дома. Тут кому что важно. Напишите, кстати, троечки, кто занимается благотворительностью в любой форме. Напишите троечки в чат, пожалуйста. Мне было бы интересно, какая с нами аудитория сегодня. Вот. Ну, собственно, то, о чем я сказал. Вы делаете заявочку, получаете сертификат, получаете возможность на ваши продукты размещать этот логотип. Вот. Ну и, собственно, получаете GPS, координаты, фото и так далее. То есть это конкретный мест, который ребята засадили. Так, Сергей троечку написал, Владу строчка. То есть это те, кто у нас заботится о благотворительности. Те, кто занимается. Круто. Круто. Я тоже троечку ставлю. Хотя у меня клавиатура немножко далеко от меня. Вот. Также, что мы можем сделать не для больших ребят, а для малых. Да. Я очень много внимания уделяю детям, уделяю тому, что мы можем сделать для семьи. И мы можем провести серию образовательных вебинаров. Вот, кстати, напишите, пожалуйста, десяточки в чат, если это было бы интересно для вас. Я сейчас расскажу в двух словах. Дело в том, что можно вести просветительскую работу среди наших детей, но не на уровне наших знаний. То есть, что мы знаем о том, ну, грубо говоря, какие экологические проблемы существуют и как они решаются. Да. Только на уровне того, что мы слышали. А есть компания Лесомания, которая подготовила уроки для детей средних классов, старших классов и так далее, для студентов вузов, которых на их уровне влияния, они понятным языком предоставляют материалы, где мы можем понятным языком рассказать о том, как заботиться о природе. То есть, сделать из этого привычку. И, соответственно, да, Сергей, спасибо большое. Вот. И, соответственно, мы можем провести серию вебинаров, в котором вы подключите ваши семьи, ваших племянников, ваших детей и так далее. И мы расскажем о том, как заботиться о природе, что можно делать, допустим, какие можно делать субботники и так далее. То есть, вот таким вот образом это выглядит. Там порядка 12 уроков, которые мы можем задействовать. Вот. И они касаются пластика, они касаются вообще в целом просветительской работы из серии, какие существуют, например, экологические профессии. Вот как в детстве у нас спрашивали, ты кем хочешь стать? Космонавтом. Потому что у нас, ну, как бы не было особо пиаром, да, и какие большие были события. Юра Гагарин в космос полетел. Моего лично дядю, который пример для меня, его назвали Юрой, его так именно рекли, именно в честь Юрия Гагарина, да, нашего героя Советского Союза. Садовник спрашивает, есть воздух, взятый в Сочи, в начале 90-х. Можно сравнить с сегодняшним, есть такие лаборатории? Лаборатории, безусловно, есть, а что касается воздуха, напишите, у вас, ну, как бы он, как в колбе запечатан, это конкретно у вас есть, или гипотетический пример, что вы слышали, что где-то есть. Если конкретно у вас есть, то мы можем связаться и с помощью лаборатории посмотреть изменения, динамику, потому что разница будет однозначной. Вот, собственно, мы можем рассказать о том, какие существуют эко-профессии, чтобы, возможно, зажечь вашего ребенка в том отношении, может быть, ему это понравится, и он захочет стать экологом, может быть, он захочет стать ученым, то есть, не менеджером по продажам, не еще кем-нибудь, кем можно стать, вот, ну, без таланта, вот, а возможно, он именно откроет свой талант в этом направлении, вот, и я думаю, что это было бы очень полезно для людей. Также мы рассказываем о том, как бережно относиться, ну, вот, например, использовать персональные фуд-контейнеры, то есть, ну, не выкидывать пластик, например, раздельно выкидывать пластик и так далее. Вот, вот такие вещи. Напишите десяточки, если вам было бы интересно послушать такую серию образовательных вебинаров, она буквально там, я думаю, три-пять таких вебинаров могли бы провести для ваших семей, для ваших детей. Десяточки в чат, если вам было бы это интересно. И единички в чат, если вы считаете, что это, ну, вообще не туда, и это прям, ну, как-то, ну, совсем это не нужно. Вот, буду благодарен вам за обратную связь. Причем эти, эти материалы, они снабжены очень такой вот красивой инфографикой, как вы видите, вот сейчас, на слайде. Это все очень достойно, классно выглядит, это понятно, для детей прям очень понятно. Григорий Хамитов пишет десяточку, да, вам было бы полезно, здорово. Я ставлю десяточку, Сергей, можете от меня поставить, вот, потому что я точно буду заниматься. Даже более того, для самых маленьких, вот, что обычно делают родители, да, когда нужно освободить для себя минутку, да, это мультики дать ребенку, чтобы он позалипал смартфон. С одной стороны, можно дать какую-то жесть, упаси Господь китайскую, вот, а можно взять, допустим, фиксики, или там малышарики для самых маленьких, маленьких, да, я уже выучил, есть малышарики, есть смешарики, есть фиксики, все от мала до велика, так сказать, и они все развивают, они показывают те вещи, о которых мы не говорим в семьях, мы говорим о том, как, что было на работе, мы говорим о том, какие там, что мы видели, но мы редко уделяем внимание каким-то развивающим штукам, соответственно, мы можем показывать такие мультики, но вот сейчас акцентирую ваше внимание на том, что есть такое приложение, игрушка для детей, называется Посади лес, оно есть на андроид, оно есть на айфон, и там как раз-таки дети обучают, как, во-первых, бережно относиться к лесу, вот и, допустим, мы пошли в лес, да, как нельзя разводить костер, где нельзя разводить костер, что делать, как тушить пожар, то есть там прям показаны, допустим, пожар пошел, подъезжает машина, она его тушит, ребенку это нужно делать прям руками, это очень круто, это вовлекает, и в игровой форме ребенок сразу понимает, что, блин, вот таким вот образом необходимо заботиться о природе, самым понятным образом, и вместо того, чтобы дать какой-нибудь очередной мультик, разумно показать такую игрушку. Ну, собственно, давайте пойдем дальше, есть действия средней сложности, которые доступны компаниям, корпорациям, например, у нас есть партнер Лобов, о котором вы знаете нашего YouTube канала, который занимается переоборудованием, допустим, автомобилей в электромобили и так далее, то есть внедрением наших технологий в конкретные действующие экземпляры. И, собственно, есть одно из действий, которые непростые, да, это нужно пройти сертификацию, нужно обладать знаниями, технологиями, иметь цех и так далее, это замена двигателей на электродвигатели. в планах, пока еще, конечно, не согласованных, но, допустим, взять таксопарк какой-нибудь в Индии, там заменить в тук-туках двигатели, посмотреть, сделать замеры. Вот, это требует определенных ресурсов, поэтому согласований, но, как один из вариантов, что можно сделать, да, потом разумное ведение сельское и животноуческого хозяйства. Как оказалось, когда начали изучать, животноуческое хозяйство чрезмерное, да, вот у нас мы заходим в перекресток и видим огромное количество разного мяса и так далее, заготовленных какой-то еды, и все это требует большого производства, которое выделяет огромное количество углекислого газа. А это загрязняет, ну, меньше, конечно, чем автомобили, но ненамного. Вот, то есть, след от этой всей истории, он очень велик. Вот, ну, и, соответственно, следующая история, которую могут позволить себе оплатить и организовать большие компании и корпорации, ну, что не может сделать один человек, да, это сбор пластика в океане. Тоже есть технологии, которые позволяют это делать. И, так, Мария, вижу от вас десяточку, Григорий, Сергей, отлично, благодарю вас. Хорошо, яичек не увидел, меня это уже радует. То есть, я еще раз повторю, что те ребята, которые с нами в команде, наши партнеры, наши инвесторы, все мы экоинвесторы. И когда мы занимаемся совместной работой, мы делаем мир лучше за счет того, что мы поддерживаем зеленые технологии, которые изменят мир, которые позволят сократить количество выбросов. и вот когда понимаешь, чем ты занимаешься, понимаешь свою роль в этой истории, это очень круто, это сопричастность к чему-то большому, потому что каждый человек в своей ежедневной жизни довольно маленький. таким образом мы становимся большими и сферы нашего влияния становятся огромными. Ну и также есть активности глобального масштаба, которые доступны таким компаниям, как наша, Solar Group. Когда мы выбираем проекты, в которые будем собирать инвестирования, с которыми будем работать, мы можем выбрать глобальнейшие проекты, которые глобальным образом поменяют этот мир. Вот, например, исходя из обратной связи от наших африканских коллег, это технологии сдерживания разливов нефти, например, в местах ее переработки либо транспортировки. Вот, это внедрение технологии переработки пластика, как уже в Индии поступили, сделали и уже есть результат 100 тысяч автомобильных дорог. Это технологии переработки мусора. Сейчас есть потрясающие технологии, которые с помощью плазмы разделяют мусор на фракции. Это гораздо эффективнее, чем текущие печки, сжигание мусора, выброс в атмосферу вредных веществ и так далее. Есть технологии. Вопрос в том, что их нужно отобрать, найти людей, которые, бриллианты, которые горят своим делом, которые фанатики, и с ними вести диалог, и, собственно, выбрать их проект и дальше работать с ним. Так как в дальнейшем мы будем отбирать другие проекты, все ваши структуры сохранятся, что самое важное. То есть, делая бизнес Solar Group, вы его делаете на многие-многие годы вперед. Во всех следующих проектах сохранятся все реферальные связи, все реферальные ссылки, и вы будете точно так же зарабатывать. А человек, который заходит в компанию, он будет выбирать, я хочу инвестировать в очистку океанов, я хочу инвестировать в электротранспорт, электродвигатели, или я хочу инвестировать в проект, который занимается какой-нибудь уникальной переработкой мусора, например, да, и на мой взгляд это очень впечатляет. Ну, и также очистка вод, то есть, кроме загрязнения воздуха, есть еще загрязнения воды, воды как питьевой, так и рек, морей, океанов, по которым мы с вами плаваем, в которых огромное количество как пластика, так и сбрасывается мусора другого, но, в общем, есть чем заняться, ребят. Вот, поэтому какую идею я хочу до вас донести ключевую, что инвесторы нашей компании, инвесторы Solar Group это экоинвесторы, и мы заботимся о том наследии, которое мы передадим нашим детям и внукам. Не знаю, как у вас, а у меня мурашки от этой идеи, и я надеюсь, что у вас тоже, потому что все мы большие, в этой компании мы все большие, потому что делаем большое, классное, крепкое, чистое дело. Это очень круто, это достойно. Владус пишет, да, метана житвотного отца выделяет очень много, это тоже проблема. Да, безусловно, если бы это было запланированное, например, производство, а это сейчас сделать очень просто на самом деле, просто просчитать производство, это было бы намного эффективнее. Мусорная проблема гораздо актуальнее разлива нефти. Да, безусловно, потому что мусор у нас есть в каждой точке, даже в самой маленькой, даже в самой, допустим, деревне или селе, мусор есть везде, человек генерирует огромное количество мусора, просто сумасшедший, у меня сейчас есть цифры, но они не под рукой, вот, поэтому безусловно. И установки переработки мусора, например, если выбрать этот проект как следующий, да, у нас есть, например, эти ряд проектов, то это могло бы глобально изменить ситуацию в мире, согласитесь. Так, садовник, этому всему в советской школе учили, наконец заговорили в правильном направлении. В СССР все пакеты были бумажные, лишь в 80-х начали на полиэтилен переходить, так что правильным курсом двигайтесь. Спасибо большое, спасибо, для нас это действительно важно и очень хочется, чтобы вы нас тоже поддерживали. И в том числе своими идеями, что мы еще можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию, что может сделать каждый из вас и при этом, что можно сделать в объединении. Вот, например, мы понимаем, что есть какая-нибудь мусорная свалка, да, но чтобы ее разгрести и решить эту проблему, нужно, во-первых, какое-то определенное количество денег, а во-вторых, придумать решение, собственно, что вместо этой мусорной свалки, да, и вместе, допустим, заходят инвесторы и какую-то маленькую часть, совсем маленькую, учитывая, что инвесторов много, мы берем и отправляем на решение этой проблемы. В каждом регионе такая же история, да, и таким образом мы сможем проблему за проблемой просто нарезать, как слона по кусочкам и таким образом их решать. На мой взгляд, это очень здорово. У нас огромная сила, друзья. Так, и так, дорогие друзья, теперь я предлагаю перейти к следующей части нашей программы, презентации, партнерской программы и здесь, ну, по факту, как вы можете к нам присоединиться. Напишите, пожалуйста, пятерочки в чат, кто уже является нашим партнером, либо нашим инвестором, кто уже с нами в команде. Было бы очень интересно, так, вот нас сейчас, нет, не вижу количества человек, сколько нас сейчас смотрит, но напишите пятерочки в чат, кто с нами. Так, Сергей вижу плюс, Мария вижу плюс, я думаю, как минимум пятеро человек точно с нами в команде. Я на это надеюсь. И я хочу вам рассказать, каким образом вы можете стать частью вот этого большого, каким образом вы можете приобщиться к нашей деятельности и сделать этот мир лучше. Григорий с нами, Владус, Миру Мир, отлично, отлично, дорогие друзья. Так, жду еще ваши комментарии. Ну и, собственно, Садовник 26. Я даже не знаю, как это интерпретировать. Интерпретировать 2 плюс 6, 8, 2б. Ну, я думаю, вы разъясните, если это требуется. Вот, и, собственно, дорогие друзья, давайте начинать нашу следующую часть, в которой я расскажу, как нам присоединиться. И мы поговорим о том, какой профит это вам может дать. Так, Вадим, я только смотрю, пока 5. Ну, пока только 5, да. Пока только свои, судя по всему. Но, а, нас 2, 26. Да, 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 все, я понял вас. Да, нас 26. Итак, дорогие друзья, компания Solar Group с помощью очень интересного механизма коллективного инвестирования занимается, собственно, сбором, организацией, финансирования вот таких инновационных проектов, которые глобально влияют на мир. И проект, с которым мы сейчас работаем, это двигатели до иного мы уже практически приблизились к финальной стадии финансирования. И в какое-то ближайшее время, об этом расскажет Павел Филиппов, мы уже ее за финалем. Вот, собственно, осталось совсем немножко. И мы этим занимаемся уже три года, то есть компании три года, мы успешно находим финансирование и будем двигаться дальше со следующими проектами. Вот, ну, собственно, партнерская программа это такая форма делового сотрудничества, где партнер занимается информационным продвижением, а компания обеспечивает для этого все необходимое. Личный кабинет, все маркетинговые материалы, причем, которые переведены более чем на 20 языков, круглосуточная поддержка, возможности финансового ввода и вывода денег, все партнерские инструменты, которые позволяют зарабатывать, все это организует компания. И самое главное, что это самый эффективный способ введения бизнеса. То есть мы не тратим деньги на тестирование рекламных гипотез, мы платим за результат. А с точки зрения партнера он получает за результат, потому что это самая эффективная история с точки зрения мотивации. Так, еще ВКонтакте смотрят трансляцию, Сергей пишет. Да, ВКонтакте я, кстати, не вижу комментариев, к сожалению. Я уверен, что там тоже у нас есть. И спасибо, Сергей, что вы сказали. В следующий раз обязательно учтем. И, собственно, что нужно сделать для того, чтобы стать с нами членом нашей команды. Все очень просто. Нужно подписать партнерский договор. Партнерский договор находится в личном кабинете. Дальше я немножко покажу, где конкретно он находится. И благодаря этому компания выплачивается деньги партнеру за приведенных инвесторов, за приведенных партнеров согласно маркетинг-плану. И, собственно, у нас есть ряд преимуществ у нашей программы. В первую очередь вы можете начать работать без вложений. То есть, просто пригласив несколько человек, вы уже можете зарабатывать. Зарабатывать с их вкладов, условно говоря. Во-вторых, у вас нет уровня входа. То есть, не нужно платить какие-то огромные деньги или минимальные деньги для того, чтобы стать партнером и начать зарабатывать. Плюс ко всему совершенно нет никакого ограничения по временным категориям, по географии. То есть, вы можете работать из любой точки мира совершенно и вы можете зарабатывать. Ну и, собственно, мы предоставляем личном кабинете прозрачную историю ввода, вывода, как у вас все организовано. То есть, мы работаем постоянно над личным кабинетом для того, чтобы это было вам удобно. Ну и, собственно, у нас есть маркетинг-план, у нас есть ряд статусов, пять ключевых статусов, которые мы присваиваем нашим партнерам. Это партнер, специалист, мастер, эксперт и профессионал. Давайте немножко подвинусь, чтобы вы все видели. Да, вот, вот так, таким вот образом. Кстати, оцените по визуальной картинке, вам так удобнее, комфортнее или, в принципе, безразлично. Вот в таком формате, если вебинары проводить. Вот, это уже больше... Я полностью заряжен. О, айфон сказал, что полностью заряжен. Отлично, дорогой. Итак, у нас многоуровневый маркетинг, и, как вы видите, в зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, вы получаете различное партнерское вознаграждение. И если в статусе партнер вы получаете с четырех уровней, то дальше с каждым статусом вы получаете на несколько уровней больше. То есть, о чем здесь речь? У вас есть первая линия, которых вы подключили лично, у вас есть там вторая линия, это ребята, которых подключили, те, кого вы подключили лично и так далее. И так структура пошла вниз. Об этих уровнях я говорю. И в статусе профессионал у нас до 20 уровня, представляете, есть возможность глубины структуры. То есть, это очень круто для тех, кто открывает новые рынки, например. У нас есть такие партнеры, которые, находясь в одной стране, открывают другую страну. И это очень достойно, на мой взгляд. Ну, собственно, статус партнера. Давайте каждый из них разберем. Для того, чтобы стать партнером, достаточно просто подписать партнерский договор и вы уже имеете возможность получать реферальное вознаграждение. Вот от первого уровня 15%, от второго 4%, от третьего 2% и от четвертого 1%. В статусе специалист вам уже необходимо инвестировать, но зато вы можете получать уже от пятого уровня 1%. Ну и, соответственно, вы видите на слайдах, да, видите, я вам ничего не закрываю, да, все хорошо. То есть, с первого уровня 15%, со второго 5%, с третьего 4%, с пятого, с четвертого 2%, и с пятого 1%. Вот. Но для того, чтобы стать, получить статус, вам нужно не менее 250 долларов инвестировать лично. В первом уровне у вас должно быть минимум 2 инвестора, с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Вот. Ну и, собственно, суммарно ваша структура не менее 2 тысяч долларов. И статус эксперт. Это предпоследний статус. Здесь вы получаете уже вплоть до седьмого уровня вознаграждения, но при этом объем личных инвестиций должен быть от 500 долларов. В первом уровне 3 инвестора с личным объемом не менее 200. Вот. Ну и, собственно, вся ваша структура не менее 2 тысяч долларов. И статус эксперт. Это предпоследний статус. Здесь вы получаете по девятый уровень. Вот. То есть это прям уже так масштабненько. И, в принципе, все цифры вы видите на слайде. То есть меняется процент в большую сторону. Но, опять же, чтобы получить этот статус, вам тоже нужно постараться. Личные инвестиции это полторы тысячи долларов. Не менее 500 долларов 3 партнера. Каждый из партнеров по 500 долларов. Можно ведь реинвестировать партнерское вознаграждение. Да. Реинвестировать, безусловно, можно и нужно. И более того, у нас есть спецусловия. Для этого есть партнерский клуб. Но об этом немножко позже расскажу. И также финальный самый крутой статус это статус профессионал. С первого уровня 16 процентов, со второго 7, с третьего 5, с четвертого уровня 4 процента, с пятого 3, с шестого 1 и дальше по девятому уровню полпроцента и с десятого по двадцатый уровень 0,3 процента. То есть это прям существенно. Для открытия новых рынков это идеальный формат. Также у нас есть ряд особенностей в нашей партнерской программе. Но в первую очередь у нас нет ограничения по количеству в первой линии. То есть можно очень широко размахнуться, как делают собственно многие наши партнеры. один из них это Александр Манжула. Я в деталях цифры не вспомню, но у него несколько тысяч. Может быть Сергей подскажет в этом направлении. У него огромная сеть и в первой линии огромное количество людей. Соответственно отсутствует риск обгона структуры, что тоже очень важно. То есть вы можете строить, строить, строить и строить. Это очень круто. Собственно повторюсь, чтобы стать партнером вам нужно зарегистрироваться в личном кабинете, открыть раздел партнером, скачать туда договор, распечатать и собственно подписать его. Все очень просто. Что касается личного кабинета, мы постоянно его дорабатываем, постоянно дописываем. У нас в головном офисе постоянно идут мозговые штурмы. Как сделать лучше, как сделать удобнее, какой сделать дизайн, где какие кнопки будут удобнее, какой функционал добавить. И вы кстати, да, вот Мария пишет, все верно, можно вложить ноль своих денег. Абсолютно. Да, можно не инвестировать в свои кровные, вы можете просто пригласить людей и с этого начать. Абсолютно. Вот. Что касается личного кабинета, у нас в первую очередь там есть удобные для вас маркетинговые материалы, которые переведены на более чем 10 языках, то есть 10 языков, которые вы можете, которым вы можете взаимодействовать. То есть это огромное количество и огромное преимущество. Это автоматизированный именно облачный кабинет. Вам не нужно скачивать никакие приложения. Вы просто зашли под своим логином, паролем и все хорошо. И все в облаке, все работает. Это, конечно же, инструмент реферальные ссылки. Реферальные ссылки с метриками. То есть вы можете отслеживать эффективность своей деятельности. То есть ну дальше я немножко покажу, о чем здесь конкретно речь. но через рефералки вы как раз таки получаете доход и можете широко собственно действовать. Также обучение. Обучение такое, как сегодня. Но сегодня больше это просветительская история. так мы проводим образовательные воркшопы. например, в прошлый раз был воркшоп по созданию личного сайта с помощью Toplink личной страницы. Это можно использовать как для Инстаграм, так и для рекламы. Ну на самом деле для всего. Конкретно это ваш сайт, который вы создали в два клика, который открывается с телефона, с компьютера, откуда угодно. И все это надежно и очень просто работает и легко администрируется. Вот, собственно, вы можете посмотреть наши предыдущие видео. Я там детально об этом рассказываю. Кто, кстати, смотрел, поставьте, пожалуйста, от 1 до 10 вашу оценку, насколько это было вам полезно. Так, Мария пишет, мне как раз этим и понравился проект, что тут важно только усердие и можно не иметь никакого внешнего дохода, то есть никакого стартового набора не покупать. Абсолютно. Это одно из ключевых преимуществ. То есть не нужно сначала вкидывать, а потом ждать и думать. выведешь, не выведешь и так далее. Нужно просто усердно работать и будет очень хороший пассивный доход. Миру, мир, 10. Спасибо большое. Спасибо за высокую оценку. Я рад, что я был вам полезен. Вот. Ну, собственно, давайте дальше. наш личный кабинет, он перейден на 21 язык. То есть если маркетинговые материалы переведены на 10 языков, то есть вы можете таким образом широко идти, то в целом подключиться может человек из 21 страны, ну, вернее, говорящий на 21 языке. В общем, вы меня понимаете, это очень здорово. это очень широко. И можно наглядно познакомиться с маркетинг-планом вот в таком формате, где вы будете очевидным образом понимать, на что влияют статусы. Так, решение кругозора десяточка, Сергей десяточка. Спасибо большое. Спасибо за высокую оценку, дорогие друзья. Это меня подстегивается, вернее, стимулирует эффективнее делать для вас и больше делать конкретного контента. Собственно, если мы зайдем в личный кабинет, мы можем зайти в раздел партнеров, в подраздел маркетинг-план, там отображается собственно маркетинг-план и уровни вознаграждения. То есть здесь вы наглядно можете посмотреть, что у вас будет с изменением дохода, с изменением вашего статуса. Ну, собственно, про статусы мы уже проговорили, что нужно для того, чтобы заработать тот или иной статус. Также здесь вы можете видеть информацию об условиях получения, то есть что нужно для того, чтобы в этот статус перейти. И, к слову, уже на третий месяц большинство партнеров переходит на статус эксперт. То есть важно только усердие, важно хорошо трудиться, как потопали, так и полопали, как говорится. вот это действительно рабочая схема. Также в зависимости от того, какая у вас квалификация, вы получаете сертификат, который вы можете видеть в разделе документы, в подразделе партнерский договор, вкладка сертификат партнера. Все это находится там. Там же договор, который вам, собственно, нужно распечатать для того, чтобы вы стали нашим партнером. Теперь важный, очень важный подраздел в разделе партнера, это раздел реферальные ссылки. В реферальных ссылках во вкладочке список ссылок расположены ссылки на официальные источники с вашим уже хвостом, то есть с вашей реферальной ссылкой. Просто копируя его и отправляя люди, которые подключатся по вашей ссылке, они уже будут в вашей структуре, причем вне зависимости от количества времени. То есть когда он перешел с вашей ссылкой, у него отобразились сохранились куки-файлы так называемые. И как только он решит зарегистрироваться, он уже будет в вашей системе. И это происходит до того момента, пока ему не придет новая ссылка с каким-нибудь другим реферальным кодом. Поэтому, если вы ссылку отправили, попросите человека зарегистрироваться, авторизовать свой e-mail, чтобы он точно уже был с вами в одной лодке. Это важно. Ну и собственно в этом разделе вы можете видеть ссылку на конкретно либо на форму регистрации, либо вы можете видеть ссылку на сайт для инвесторов, либо для партнеров, либо может быть, если у вас есть талантливый изобретатель, ссылку на сайт для проектов в том числе и так далее. Есть официальный сайт, то есть вот прямо ознакомьтесь с этим списочком, здесь все очень детально расписано, прям очень детально, очень подробно. Также есть система, мы решили сделать в личном кабинете очень удобно, чтобы у нас генерировались ссылки с UTM-метками прямо здесь. Вот, то есть вы можете сделать что? Вы можете, если используете рекламу, например, Яндекс.Директ, либо Google AdWords, либо что-то еще, вы можете здесь сгенерировать ссылки, и добавить приписочку, что это реклама на Яндекс, это реклама на Яндекс, допустим, вертикальная, горизонтальный баннер, а это, например, преролл на Ютьюбе и так далее. И тогда вы сможете, вот как мы сейчас видим, Индия, Facebook сайт, она сработала очень хорошо, потому что у нас там есть партнеры, которые подключились, есть начисление, поскольку эти партнеры внесли инвестиции в размере 3050 долларов, да, и начисление 400, мне отсюда плохо видно, 88 долларов. Вот, соответственно, есть ссылка, которая не очень эффективна, да, это вот справа, то, что вы видите на слайде. Вот, соответственно, там никакого дохода, никаких инвестиций не принесли партнеры, соответственно, никаких нет начислений. Вот, и есть система статистики по вот этим ссылкам, которые вы создали, то есть так вы можете отслеживать эффективность свою и своих рекламных каналов, это очень важно. Вот, также вы можете лично зарегистрировать человека, то есть, допустим, вы провели встречу, и вы хотите, чтобы не от человека зависело уже дальше, ну, зайдет он, не зайдет, то есть, вы провели определенную работу и, ну, как бы, можно смело рассчитывать на то, что с этого будет какой-то профит, соответственно, вы можете сделать шаг на опережение, вы можете внести и зарегистрировать этих людей, если предварительно узнали у них их e-mail, e-mail, телефон, имя, фамилия, вот, ну, и, собственно, вы можете зарегистрировать человека, ему придет e-mail и ему нужно будет только его авторизовать, то есть, нажать на кнопочку подтвердить и да, все окей, вот, также вы можете сделать подарок другу, вы можете подарить 100 долей, это для стимулирования, так сказать, роста структуры, для стимулирования людей двигаться быстрее, вот, соответственно, вы можете сделать подарок и человек, который авторизуется, он получит 100 долей и вы получите тоже 100 долей, вот, это очень здорово, согласитесь, очень удобно, если он авторизуется в течение 30 дней, что важно, не забывайте про 30 дней, далее, здесь же вы можете посмотреть в подразделе структура клиентов, отображается полный список зарегистрированных клиентов с ключевыми показателями, что там есть, там есть контактные данные, сумма покупок, также там есть наличие просрочек по купленным пакетам и так далее, то есть, все это вы можете здесь посмотреть и также здесь же вы можете посмотреть географию, если работаете с другими регионами, с другими странами и так далее, то есть, что для вас лучше работает, то есть, где вы эффективнее, в какой стране, условно говоря, и, видя эту статистику, вы можете принять решение, что сюда я буду тратить время, сюда не буду, также во вкладке статистика этого же подраздела вы можете видеть общую информацию о структуре, вот, собственно, структуре первой линии вы можете видеть сумму оплаченных покупок, вы можете видеть сумму рассрочек и так далее, и понимая эти цифры, вы можете оценивать эффективность своей деятельности и потенциал вашего пассивного дохода, ну и также вот здесь вы видите довольно необычная история, это партнерский счет во вкладке эфиральное исчисление, вот, вы можете видеть ежедневные и ежемесячные показатели своего дохода, вот, соответственно, красным это вознаграждение по пакетам, которые оформлены ранее периода, а синим вознаграждение по новым покупкам, вот, так вы, собственно, также анализируете свою деятельность, вот, и во вкладочке вывод средств вы можете вывести, собственно, ваше реферальное вознаграждение и здесь у нас очень большое количество вариантов, то есть, это может быть не только счет на карте, это может быть электронные кошельки, это могут быть криптовалюты, это могут быть просто банковский счет какой-то вашего банка, который у вас под боком, вот, соответственно, это очень удобно, у нас очень большое количество возможностей для вывода. В вкладке транзакции вы можете посмотреть свои выводы, то есть, здесь все прозрачно, здесь все прозрачно и все максимально понятно. Вот, также вы можете перечислить кому-то из ваших партнеров средства с вознаграждения, вашего реферального вознаграждения, то есть, это может быть семейный аккаунт, это может быть что-то еще, это может быть стимуляция, опять же, партнеров, вот, то есть, все это имеет место быть, дорогие друзья. Также мы сформировали такой раздел помощь о проекте, в котором вы можете найти ответы на ключевые вопросы, которые возникают у людей, которые только начинают знакомиться с проектом. Вот, ну и, собственно, здесь удобно собрана вся информация о проекте двигателя Дуинова. Вот, также есть подраздел вопрос-ответ, где самые популярные вопросы, то есть, просто нажимаете на вот эту галочку, она раскрывается и показывает вам все детали. Это очень облегчает работу на начальных этапах. И, также мы увидели, обнаружили, услышали обратную связь от наших коллег и сделали видеогид, потому что для многих именно в видеоформате удобно и понятно воспринимать информацию. Соответственно, допустим, как пополнить счет с помощью биткоина, как вывести деньги за счет на биткоин, например, и так далее. То есть, в видеогиде вся эта информация расположена. Также, если вы работаете с иностранными компаниями и так далее, есть спикер-кит, в котором на разных языках представлены наши маркетинговые материалы. Вот, он есть для двигателей Дуинова. да, и так же, кроме этого, вы на разных языках можете найти протоколы испытаний. Соответственно, здесь для тех, кто, ну, либо не доверяет, либо для тех, кто очень хорошо разбирается в технологии, вы можете показать детали. Вот, и это тоже очень удобно. То есть, мы все исследования, все, которые у нас возникают, мы сразу выкладываем. Ну, конечно же, вкладка промо-материалы двигателей Дуинова. Здесь есть фирменная атрибутика, которую вы можете скачать, распечатать, допустим, у себя в вашем городе, сделать там, допустим, футбол, если вы проводите какое-то массовое мероприятие, либо блокноты и так далее. То есть, если вы проводите живые встречи, это очень эффективная история. Мы об этом тоже позаботились. Ну, и, конечно же, вебинары, дорогие друзья. это то, что позволяет нам взаимодействовать в период пандемии, в период ограничения и во время глобальности нашего мира. Вот. Это очень классная, конечно, история. И, как вы видите, мы регулярно используем вебинары, как минимум, каждую среду, а вообще будем еще чаще. Причем, это все происходит на разных языках. Вы можете зайти в эту вкладочку и посмотреть, когда на каком языке идет вебинар и подключить ваших потенциальных партнеров в соответствующей стране. Также есть там вкладочка встреча. И когда мы запланировали встречу, либо какое-то мероприятие, какую-то конференцию, что-то еще, мы все это показываем здесь. Мы все это показываем на этой вкладочке. Вы можете видеть все встречи официально согласованные. Следующая вещь, которая очень помогает, это вкладка новости, новости двигателей Дуйнова. То есть здесь вы можете сделать репост, причем этот репост будет содержать вашу реферальную ссылку. То есть очень удобно заходить сюда регулярно и на свои социальные сети делать репосты. И если люди будут по ним переходить, как мы уже помним, в куки-файлах будут сохраняться ваши партнерские реферальные ссылки, и когда они подключатся, они уже будут, собственно, с нами, они будут в вашей команде. Также есть вкладка новости Solar Group, где мы рассказываем о нашей деятельности непосредственно, о том, какие у нас успехи по проекту, по инвестированию, по новым проектам и так далее. То есть вы можете следить за всем, за этим с помощью этого раздела. И, собственно, социальные сети. Все наши официальные социальные сети, они расположены здесь. То есть вы можете копировать ссылочки, отправлять их вашим коллегам, партнерам. Опять же, они будут содержать ваш реферальный хвост, реферальную ссылку. И именно от вашей активности в социальных сетях и зависит ваш заработок. потому что это самая, ну, это ваши персональные СМИ. Ваш личный бренд, это ваши персональные СМИ, средства массовой информации. Чем больше у вас кругов влияния, чем больше сферы влияния, чем больше вы человек, чем больше у вас подписчиков, тем потенциально вы можете быть эффективнее и больше зарабатывать с нами. Также мы собрали все наши официальные мессенджеры в одну вкладочку. То есть это Telegram, это WhatsApp. Также подключайтесь, потому что более короткий формат новостей он доступен здесь. Вот. Ну и, собственно, вы на главной страничке можете найти ссылку сразу на все официальные источники, все новости, все социальные сети, все чаты и так далее. Очень рекомендую вам подключиться, потому как, как поговорил Натан Ротшильд, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот. Соответственно, если посмотреть на его семью, действительно похоже это так. Вот. Вот такие, дорогие друзья, дела. Я закончил свой доклад, так сказать, доклад закончил, доклад принял. Если у вас есть какие-то сейчас вопросы, пожалуйста, задавайте, а я тем временем немножко выпью горячего чая. который, который, конечно, уже стал не горячим, но вместе с тем. Скажите, насколько вам было полезно сегодняшнее мероприятие и интересно в целом, вот эко-тематика, насколько она вам близка, насколько вы считаете важно об этом говорить и двигаться в этом направлении. Вот поставьте, пожалуйста, от 1 до 10 ваше мнение на этот счет, потому что для меня лично это очень важно. Это очень важно для компании. Буду вам благодарен. И также, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в чат, я его вижу и я с удовольствием на ваши вопросы тоже отвечу. У нас есть еще 8 минут, вот я с удовольствием с вами пообщаюсь, а я надеюсь, с таким же удовольствием вы пообщаетесь со мной. Так, мир, мир, десяточка. Спасибо огромное. Вадим Кормусов. А Вадим, вот у вас интересная фамилия. Вы из какой страны? Это Болгария? Вот эти вот эпиграфы сверху. Интересно, это какая страна? Расскажите, пожалуйста. Эстония. Да, я понял. Приветствую. Как у вас погода? Интересно. У нас в Сочи, представляете, выпал снег сегодня в самом Сочи. Так, надо эко-тему поднимать, но тут важно и на государственном уровне это продвигать. Да, безусловно, безусловно, и мы планируем это делать, потому что мы большие, потому что мы можем, просто потому что мы можем. Я считаю, нельзя эту тему игнорировать и думать только о деньгах и так далее. Мы можем, а поскольку мы можем, мы большие, и мы большие, у нас есть большая ответственность, и надо ее оправдывать. Поэтому мы будем это делать. Я рассказал сегодня, как именно мы планируем это делать в ближайшее время, вот, и буду вас держать в курсе где-то раз в месяц. У нас будет вебинар по эко-теме, вот, где мы будем об этом говорить. Да, безусловно, образовательное обучение еще будет. Мы будем в следующий раз говорить о том, как создавать красивые превью для YouTube, для Stories, Instagram. Ну, в принципе, как вообще вся эта история работает. Как создавать красивую графику, не будучи дизайнером. Как это делать легко. Я покажу бесплатные сервисы, покажу платные, бесплатные приложения, платные. То есть, вот, все, все, что есть, вот, то, что я использую в своей деятельности, я вам покажу и постараюсь максимально передать и научить. Так, образовательное, да, ответил в 1-8, прохладненько, прохладненько, но в целом не минус 30, то есть, можно, можно себя комфортно чувствовать. Так, хорошо, хорошо, дорогие друзья, я вас услышал. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за то, что вы вкладываете свое время в самообразование, за то, что вы, дорогие друзья, экоинвесторы, и я очень горд тем, что мы с вами плывем в одной лодке. Это очень круто, на мой взгляд. Поэтому давайте двигаться дальше, подключайте ваших друзей, подключайте ваши семьи. Я согласую образовательные вебинары для детей, я услышал, что это тоже было бы интересно, вот, и, соответственно, мы попробуем, но в какое-то, наверное, другое, более удобное время все это провести. Продолжение следует... Продолжение следует...